Эксперт оценила решение суда в Гааге по иску Украины против России. Эксперт оценила решение суда в Гааге по иску Украины против России 14-5-22 февраля 2020 года. AP Photo, Mike Coder. Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. AP Photo, Mike Coder. Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото. Москва, 22 фифрия новости. Решение арбитражного трибунала в Гааге по иску Киева по морскому праву не будет играть роли для российской стороны, потому что для разбирательства в арбитраже, юрисдикцию которого в этом вопросе Россия не признает, нужно согласие обеих сторон, но его решения могут использовать для политических спекуляций, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления, ИКСО, Ранхикс Кира Сазонова. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Ранее в пятницу арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма. 11.51. В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины. Эксперт отметила, что речь идет о постоянной палате Третьейского суда. Исходя из названия, Третьейский суд это некая арбитражная инициатива, которой, естественно, требуется, как в любом арбитраже, согласие обеих сторон и признание юрисдикции с обеих сторон, сказала РИА Новости Сазонова. «В данном случае мы видим парадоксальную ситуацию, когда Россия всячески открещивается от того, что рассмотрение возможно в данном органе международного правосудия, но при этом наши аргументы не принимаются во внимание и самое главное, что сам трибунал себя признает и украинская сторона себя признает и на этом все. Это настолько подрывает фундаментальные принципы международного арбитража, что просто страшно, что будет дальше», отметила она. Она добавила, что если Россия не признает компетенцию арбитража, то для нее абсолютно не важно, какое решение будет принято. 4 февраля, 3.32. Украина готовит новые иски против России. Мы просто откажемся его исполнять. Но другое дело, что его можно будет использовать для политических спекуляций. Об этом напишут все СМИ, что Россия в очередной раз отказывается исполнять решение международного суда, хотя это не суд, это арбитраж, и юрисдикции в отношении России он не обладает. Это будет аргумент для информационной кампании против России, отметила эксперт. Что касается Конвенции по морскому праву 1982 года, как отметила Сазонова, в самой Конвенции указано, что все вопросы, которые могут возникать, должны рассматриваться в специализированном органе. И это не Гаагский трибунал, это Гамбургский трибунал по морскому праву, который, опять же, тоже не всесильный и не рассматривает вопросы, связанные с суверенитетом над частью морских пространств, подчеркнула она. По словам эксперта, единственный суд, который может заниматься именно территориальными вопросами, а здесь в том числе и они, Международный суд ООН, но и в этом случае есть существенная оговорка, обе стороны спора должны добровольно прийти в суд. 17 февраля, 11.43. Нафтогаз уточнил в Гааге сумму ущерба от потери активов в Крыму. Там нет вопроса юрисдикции, потому что все страны-члены ООН признают юрисдикцию Международного суда, но добровольность здесь все равно сохраняется. Поэтому если бы по этому пути пошли украинцы, то с точки зрения юрисдикции не было бы особых вопросов, объяснила эксперт. Как отметила Сазонова, в случае рассмотрения дела в Международном суде ООН рассматривался бы вопрос о правомерности суверенитета РФ над полуостровом Крым. Нужно быть к этому готовым. И вот если в этой ситуации, именно признавая, безусловно, юрисдикцию Международного суда, РФ согласится, в чем я сильно сомневаюсь, потому что мне кажется, что мы закрыли для себя этот вопрос и не собираемся к нему возвращаться. Но теоретически, если бы мы согласились прийти и послушать аргументы противоположной стороны именно в Международном суде, то, возможно, было бы какое-то хотя бы легитимное разбирательство. А то, что происходит сейчас, это вообще не про право, не про легитимность, заключила Сазонова. 24 декабря 2019 года, 19.31 в Минфи не ожидают оглашения решения по долгу Украины к лету 2020 года.